На плацу Барнаульского дворца культуры они устроили музыкальное дефиле. Репетируют свою визитную карточку. Это 10-минутная нарезка из самых ярких номеров. На творческую смену Вартек ритм-бенд едет второй раз. На берегу Крыма соберутся лучшие детские коллективы России. 30 из них – духовые оркестры. Будут отдыхать и учиться. Встреча с замечательным джазу-музыкантом Бутманом. Мы очень рады. Будем встретиться с ним и получить от него мастер-класс. Ну и еще много-много мастер-классов от именитых, знаменитых, великих духовиков России. Пожалуй, самым зрелищным и масштабным будет выступление сводного духового оркестра. Все коллективы соберутся в один, а это несколько сотен человек, и исполнят полноценную программу. Транслировать выступления будут на канале Культура и Россия. Ребята не скрывают, немного волнуются, ведь на сцене случается всякое. Я видела, как палочки у вас падают во время выступления. Что это? Это ЧП? Это? Нет, это очень легкая ситуация. Потом вот так бац, и сапога вторую палочку достает. Ах, у вас есть запасные в сапогах палочки. Такой небольшой лайфхак. Главное, чтобы все инструменты были целы и в рабочем состоянии. В оркестре множество духовых и ударных. Именно поэтому передвигаться по стране приходится на поездах. Так можно сэкономить на перевозке багажей. К слову, оплачивают поездки в основном родители. Ребята, вы уже решили, кем в будущем станете? Ну, я думаю, по специальности идти дальше. К сожалению, решил, да. К сожалению, это не музыка, если к сожалению? К сожалению, музыка. Для родителей, к сожалению. После творческой смены в Артеке ритм-бенд вернется домой. Правда, ненадолго. В августе ребят ждут на международном фестивале во Франции. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости.